Здесь важно, кто будет первым, кто первым нанесет удар. Больше ста спортсменов со шпагами сошлись в схватке. В Химках провели открытый детский турнир по фехтованию. Помериться силами с соперниками приехали спортсмены разного уровня из десятка городов России. Москва, Владимир, Иваново, Пенза, Нижний Новгород. Фехтовальщики добрались даже с Крымского полуострова. Турнир серьезный. Главная цель – нанести укол. За нарушениями следят судьи, контролируют процесс и электрофиксаторы на снаряжении спортсмена. Счет на табло о своих успехах фехтовальщик узнает сразу. Детский турнир. Отсюда начинается все. Это как фундамент для большого здания. Будут выходить чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Через 10 лет, наверное, из этих детей будут составляться сборные, национальные сборные страны. Куют таланты будущих чемпионов в новом центре фехтования Ильгара Мамедова открыли комплекс только в этом году, а он уже принимает масштабные соревнования. Прогрессивность и отличное оснащение зала отмечают именитые спортсмены. Совершенно точно, это лучший центр фехтования в стране, а возможно даже это лучший центр в Европе. Здесь я и сам тренируюсь, и помогаю младшему возрасту, младшим ребятам, помогаю в тренировочном процессе, подсказываю. Конечно, мы очень рады, что в Химках появился такой современный зал спортивный. Это большое подспорье для будущего фехтования. Открытый турнир показал лучших в своем деле золото и серебро у спортсменов из Москвы, а бронзу завоевал химчанин Михаил Бладилин. Алена Беляева, Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.